Необходимо полностью и чем скорее, тем лучше поменять руководящий состав Министерства обороны. Необходимо, чтобы нам ответили, кто у нас разрабатывает замечательные операции, в результате которых на восьмом месяце войны нас бьют, как Сидорово-Козово. И чтобы эти люди более не руководили, поскольку они увожат и мобилизованных, если им отдать дальше рулить, к сожалению, или доведут их до бунта. И здесь кадровый вопрос самый первый. Если не будут назначены на всех уровнях компетентные люди, если наш Верховный Главнокомандующий лично, опять же подчеркиваю, это самое важное, не возьмет ответственность за операцию на себя и не скажет об этом, а пока будем прямо говорить, 8 месяцев он прячется от ответственности. Такое впечатление, что он не имеет никакого отношения к руководству войсками в этой войне. Это недопустимо, тем более в текущей тяжелой ситуации. Пока всего этого не будет, мы можем сколько угодно говорить про мины, про маскировку, про Су-34 и всякие любые. Результаты будут, может быть, только на тактическом уровне. На всем уровне, на всем уровне у нас все прогнило, будем говорить прямо. И без капитального ремонта, извиняюсь за выражение, причем по ходу, на ходу и по-другому не получится. А для этого нужны компетентные, решительные, не боящиеся ответственности люди, думающие не о том, как побольше в карман себе запихнуть, чтобы побыстрее дачу достроить, а о том, чтобы родине послужить. Найдутся такие в окружении президента, сможет он их расставить по местам. Мы эту войну выиграем. А если мы и дальше будем воевать так, как сейчас, нам и вторая волна мобилизации не поможет, и третья волна мобилизации не поможет. Потому что противник заинтересован в тяжелой, длительной, нудной, кровавой войне. Поскольку он не собирается, не рассчитывает на то, что украинские военные возьмут Москву. Он рассчитывает на то, что в результате нашего тотального идиотизма, кретинизма и вредительства, Москва сама подымется против российской власти. Здесь будет смута, и тогда фронт посыпется, и будет победа более грандиозная, чем они могут одержать где-либо. Нет ничего страшного даже в сдаче Херсона. Нет ничего страшного в оставлении Мелитополя. Ничего в этом страшного нет. Даже если противник в Крым ворвется на время, и это не страшно. Если мы возьмемся за ум и будем нормально воевать.